Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала о ЧП на острове Любви. Один из участников находится в больнице со множественными порезами. Подробности ей нельзя рассказывать, эту информацию по секрету ей передала Марина. Вера-курочка пострадала на острове. Она вместе с другими девушками каталась на банане и сильно ударилась ногой во время падения. В соцсетях появились слухи о том, что Иосиф Аганесян имеет за периметром Дома-2 ребенка. Как он не скрывал эту информацию, но Маша Кахно проговорилась. В отдельные апартаменты заселились новенькая участница Анастасия Конарева и роман Милана. Майя Донцова решила поменять прическу. Она устроила голосование в своем микроблоге, чтобы определиться с выбором. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш помирились. Глеб приходил на ток-шоу и признался, что ему нравится Лилия, но он не собирается влезать в отношения. Также оказалось, что Лилия вела себя в переписки достойно. Дима Дмитренко рассказал о причине скандала, который перед свадьбой устроила в салоне Влада Кадони Ольга Рапунцель. Девушка приехала сделать маникюр, но мастер призналась, что не сможет сделать тот свадебный дизайн ногтей, который просит Ольга. В итоге она стала ругаться, довела до слез мастера, плакала сама. А Рапунцель оправдывается тем, что у нее был предсвадебный мандраж. Юлия Ефременкова старательно работает над своим характером. Она считает, что меняется в лучшую сторону. Об этом говорят ей все подписчики. «Когда столько людей в меня верят, права на ошибку я не имею», пишет Юлия. Юлиана Богомолова переехала в женскую спальню. Как вы помните, она поругалась с Никитой Шалюковым из-за цепочки, которую подарил ей Виталий Малышев. Ну а Шалюков не понимает, зачем же Юлиана выбрала его, если она до сих пор неравнодушна к Виталику. Артем Волков опроверг слухи о том, что он покинул дом 2. «Я на доме 2, никуда не ушел, не дождетесь», пишет он. Катя Жужа устроила участникам на острове праздник. Она привезла своих подруг, певицу Таню Терешину и Асти. Алена Водонаева получила премию «Смелая мама 2017-го». Ей дали красивую статуэтку в виде алмаза. Саша Гозиас думает о том, что бы еще улучшить в себе. «Я сделала грудь», пишет она, «сижу в солярии постоянно, качаю губы, а сейчас поеду делать нос, а потом мне кажется, что жопка маловато, как вы думаете?» Сергей Адоевцев продолжает публиковать фотографии бывшей жены, которая давно счастлива в новых отношениях. «Сидит, ждет меня», подписал он этот снимок. Подписчики советуют ему посетить психиатра. Вика Боня приняла участие в рекламной компании «Ювелирного бутика». Ей оставили много нелестных комментариев под видео со съемок, но девушку это не расстраивает. Стала известна стоимость автомобиля, который купила Ирина Агибалова. Новенький «Мерседес» обошелся ей в 2 миллиона. «Больше трех лет, как правило, на машине я не езжу», рассказывает женщина. «Думаю, поезжу на этой модели год, а потом отдам сыну, которому скоро исполнится 18». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. 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 «Дома-2» на канале ТНТ.